Добрый вечер, дорогие зрители! Приветствуем вас в нашей студии, студия вечерней Москвы. Наша передача «Еще не вечер». Очень рада, что вы собрались и вместе с нами проведете сегодня какое-то время. У нас сегодня новый гость, новый гость телевизионный, потому что Сергей Сергеевич Арутюнов, поэт известный, он не один раз был экспертом и не один раз печатался у нас в газете под разными обличьями. Но нам показалось очень любопытно устроить вам такую встречу, потому что помимо того, что у Сергея Арутюнова очень хорошие стихи, они такие, знаете, странные, необычные, острые, обжигающие, некоторые очень ранящие. Очень советую вам почитать, это вполне возможно. Кроме этого, он еще преподаватель литературного института, и он, как никто, знает, что за новая поросль поэтов и литераторов приближается к нам уже на всех поросах. Плюс ко всему, он еще главный редактор сайта, сайт или портал, он правильно называется, прав чтения. Это такой очень серьезный портал, который имеет отношение к издательскому отделу РПЦ. Можете даже посмотреть, там очень много любопытного. И, может быть, сегодня, если хватит времени, он расскажет еще нам про удивительный литературный конкурс, который проводится уже не один год. Называется он «Лето Господне». Хочу сказать, что все, кто хочет поверить в будущее нашей страны, обязательно должны почитать ребят, которые присылают работы на этот конкурс. Потому что мы же так привычно говорим, что там молодежь такая-сякая. Никакая неправда. Вот если почитать эти работы, вы поймете, что будущее есть. И оно, в общем-то, совсем неплохое. Ну, Сергей Арутюнов знает про это лучше, чем я, лучше, чем все мы вместе взятые. Сереж, вопрос сначала не про «Лето Господне», а про ваших студентов. Кто наши поэты? И кто, и зачем, и почему, и вообще? Что это за дети, скажем так, которые уже не дети? Родились они все уже в новом тысячелетии. То есть это люди уже как... Значит, каких годов, собственно, да, я уже запутался. Ну, им по 17, по 18 лет, по 19, в крайнем случае, вот это первый, второй курс. Значит, получается, что 2005-го, да? Ну да. С ума сойти. Вот, то есть уже студенчество – это те люди, которых я застаю младенцами, когда уже во мне там, в общем, пробуждаются какие-то зачатки биографии такой, я имею в виду литературной. С ума сойти, конечно. Совсем им мало лет, всем. Совсем они как будто бы не должны ничего не знать, не понимать, но понимают и знают они побольше нашего порой. Ну, это как? Не знаю. Вот есть такая вот общая теория информации, что, дескать, вот есть какие-то там, знаете, это в вузах изучается технических, есть какой-то, значит, сигнал входящий, сигнал исходящий, а между ними такой, он так и называется, и обозначается буквой «Х» – черный ящик. Вот по теории информации. В черном ящике сигнал претерпевает функциональное или системное, или бессистемное искажение. То есть на выходе из черного ящика сигнал уже другой. То есть там происходят какие-то, значит, преобразования вот этого изначального сигнала. Вот на тонкой ноте представим себе, да, все эти звезды нейтронные там и прочие, испускают какие-то сигналы. И вот они в нас вместе с этими лучами заходят, и мы как-то там под этим звездным светом преобразуемся. Как мы это используем, эти огромные возможности? Ну, в общем-то, никак. Мы такие, знаете, батарейки, аккумуляторы, что-то как-то. Но у отдельных из нас получается удивительно, да, он слышит голос неба, вот про таких людей говорят. И вот то же самое происходит регулярно с каждым русским поколением. Вот эти мальчики, девочки, которые родились там в 2004-2005 годах примерно, а то и в 2006 году. То есть время, которое уже после 90-х, для кого-то очень счастливое время. Совсем прямо после, да. Да, уж совсем прямо, да, уже 90-е уже миновали. И что? И откуда они своей вот этой еще, может быть, не распростершейся над миром душой могут знать о том, что, ну, просто вот как крошка сын к отцу приходил, да, что хорошо, что плохо. Чему можно верить, чему верить нельзя. Как они не поддаются всем соблазнам сразу, потому что, знаете, когда ты выходишь из школы, есть соблазн поддаться соблазнам. Ну, да, у кого этих соблазнов нет, да, повзрослеть резко. За одну ночь или за две, может быть, там, за месяц. Каким образом им это удается, я не знаю. Ну, существует, видимо, что-то таинственное, что, во-первых, ориентирует их в сторону нашей несчастной словесности. Несчастной, потому что счастья в последние годы было мало довольно. К этому вернемся. Да. Уже обидели прям. Что-то ориентирует их вот в направлении, скажем так, вот этой нашей русской словесности, и что-то не дает им быть пасть, как это раньше, да, вот говорили, пасть, погибнуть, все такие высокопарности, да. А как же говорят, поколение гаджетов, ну, он сейчас вот ехал сюда, да, специально посмотрел. Такая выборка была, значит, на сегодняшний день. Один человек был с книгой, это был взрослый человек, а остальные все сидели в телефоне. Что они там искали, я не знаю. Может быть, они читали там Достоевского. Ну, так это ж не только они, это и же мы все тоже. Вот вы едете, вы едете, да, кто-то еще едет, да, так это же взрослые сидят в гаджетах. Это они на них, на молодых спихивают свои же вот эти, да, аберативным путем. Еще бы как это... Да. Нет, ну что значит гаджетное поколение? Все сидят в телефонах. В транспорте, по крайней мере. Дома сидят в телефонах. Приходят домой и продолжают сидеть в телефонах. И до ночи, единственное, что можно услышать от человека, это спокойной ночи, тебе чаю налить. Все остальное время люди сидят в своих телефонах, смотрят видео, читают что-то и так далее. Это не они гаджетные поколения, это все мы гаджетная страна с некоторых пор. Я имею в виду городское население. Так что не надо здесь разделить, здесь нет границ. Все это правильно, конечно, да. Мы все находимся в плену этих устройств. Но в наших внутренних установках, как это у психологов, меняется, наверное, для создателей гаджетов и тем более производителей контента, катастрофически мало. Они все хотят, чтобы мы как-то, ну, преисполнились каким-то, я не знаю, преклонением перед вот этими гаджетами, чтобы мы им молились. Ну, отчасти есть люди, которые молятся. Но это сотая процента, может быть, да. Или, может быть, восприяли бы какие-нибудь не те ценности. Но ведь, опять-таки, две сотых процента. В основном русские люди, которые смотрят вот в эти машинки, я не могу никак сказать, я не знаю, какова истинная статистика, я не могу никак сказать, что там происходит беспрерывный просмотр неприличных этих самых. Ну, там, наверное, просмотры разные происходят, я так думаю. Да разные просмотры, в том-то и дело. Если уж говорить о гаджетах, то от, ну, скажем так, тоже высокопарное слово, от греха быстро устаешь. Потому что, ну, уж такое свойство у этого греха, что он очень однообразен. Вот. И найти в этом, в развалах этого бесконечного греха что-то действительно уникальное. Очень сложно. Знаете, было всего несколько исторических периодов, когда она была счастливой, и очень недолго, как и любой человек в жизни, да. Вот бывают периоды счастья, там, в судьбе у нас у каждого, да. Ну, проходит месяц, там, рутина обрушивается, как водопад, и долгие годы, может быть, десятилетия, да. У человека звездных вот пиков бывает один-два, так вот, настоящих. Что вспоминают на смертном Андре? Вот это вот. Я пока не знаю, но думаю... Ну, да, да, я так вам за вопрос, да. На смертном Андре человек очень стыдится, что не сделал добра кому-то, что был невнимателен, там, и так далее. И если он вспоминает минуты счастья, их оказывается одна-две, и у лучшего даже одна. Вот этот звездный час, который, да, вот эти несколько, может быть, секунд даже, когда он был абсолютно в божьих руках. У нашей словесности русской таких звездных часов было очень мало. Она была совершенно вольна, когда ее слушали в салонах в 18-м столетии, где-нибудь, да, в начале 19-го. Потом за ней стали приглядывать. Она тоже была вольная такая и так далее. Потом были моменты, когда ее как-то пытались очень по идеологическому признаку, да, вот после революции. То есть были какие-то свои пролетарские, там, да, какие-то не совсем свои попутчики. Потом союзки... Я прошу прощения, но это историческая трагедия произошла. Здесь ничего не поделаешь. Да, да. И вот были вот эти, значит, пролетарских потом покрошили в салат буквально, да, потому что они вдруг перестали быть своими. А это закон революции любой, да. Ну, она поедает. Своих детей, да, на сковородку. Потом был союз писателей. Потом была война. После войны многие вернулись, а многие и не вернулись. И вот этих счастливых моментов можно по пальцам пересчитать. Наша словесность пережила и травлю, и чистки. И такие чистки, что вычищалось вместе с авторами и их наследие, и огромное количество лакун, которые можно ощущать только, ну, скажем так, невербально даже, да. То есть я, в принципе, умом понимаю, что собрано вот в это наше классическое наследие для школы, для христоматий, не все, мягко говоря. Я оцениваю, что собрано, ну, так, попало в фокус зрения, ну, процентов 15-17. Если уж говорить математическим языком. Огромное количество вещей, которые раз издались малым тиражом и канули, утрачены. То есть мы полные картины того, что есть русская словесность, где-то вот, ну, с 18-го столетия, начиная, мы не имеем. Если брать предыдущие века, то она существовала очень спородически. У нас утрачено огромное количество школ, что-то сожжено, что-то забыто, что-то втоптано и так далее. То есть фрагментарные знания, это же понятно. Мы принципиально отличаемся этим от наших западных коллег, скажем так? Увы. То есть все-таки увы. А как же они умудряются сохранять? Или у нас просто на самом деле поэтов и писателей было всегда больше, чем там, нет? Потому что есть такая теория. Не знаю, как оценить количественно. В принципе, поэтов и писателей больше в том обществе, где, соответственно, на более высокую ступень забирается грамотность. Ее увеличится грамотность. Вот там, где есть первичное, начальное обучение буквицам, там, где стремятся развивать ребенка в первые его 10 лет жизни, интенсивные, я имею в виду, там все это и появляется, и можно потом даже не учить. Вот о сбуке веде и появится писатель, потому что, ну, что-то подтолкнет. Есть библиотечный фонд, есть библиотеки, в которые открыт доступ, не какими там в замках на высокой горе, хотя и туда можно добраться при желании с котомкой, а вот публичные библиотеки, вот эта институция, если есть при университетах, то можно добраться. Но у нас, извините, в 18-м столетии, и не в самом начале, а вот из Холмогор пришлось идти, я вам напомню, да, вот эту историю, как мальчик, который прочитал три или четыре книжки, он пошел, и ему сказали, вот ты знаешь, вот есть два светоча, вот в Петербурге кое-что, да, но Петербург еще тогда был что? Ну да. В границах, там, я не знаю, летних и зимних канавок он буквально был, да? Ну вот во Москве, вот пойди, пожалуйста, оттуда, из Архангельского края во Москву, и он с обозом дошел. Понимаете, вот после этого, после того, как мальчик прожил ну, недолгую, кстати говоря, жизнь, там, 50 с чем-то, с хвостиком, он основал университет, да, потом какой-то государь после него основал лицей царскосельский, потом это немножко сдвинулось, там, царскосельский лицей ведь переезжал, там, да, есть филиалы, там, вот, скажем, было единственное заведение славяно-греко-латинской академии, она потом переехала действительно, да, то есть куда-то там, из Москвы, и, в общем-то, школ-то было, сами, понимаете, вот пальцев одной руки, опять-таки, хватит, чтобы посчитать. Да, грамоте учили, но пока у нас появились гимназии, пока лицеи, пока то, пока все, потом общенародные школы, это уже земские заботы. Ну, хорошо, мы берем даже после 17-го года, ну, на самом деле, то, что сделала советская власть, это беспрецедентная история. В мире аналогов нет. Она это сделала, да, она добилась, ну, всеобщей грамотности. Но мы с удивительной легкостью от этого отказываемся, потому что уже сейчас есть люди, которые закончили 4 класса, и достаточно. Это известный такой факт, и, в принципе, хватает. Деньги считать умеют, мы учились там как-то, и, в общем, нормально. Я про другое. Ну, вот, если посмотреть на наследие нашего, там, даже вторую половину 20-го века, ну, вторая, это грубовато, будет, послевоенная, колоссальное количество имен действительно канули в лету, и еще более огромное количество имен канули в лету в наши 90-е годы. Потому что вот не так давно, ну, вот носить, ну, сказать, промежутки времени, например, не стал Анатолий Алексин, он уехал там, умер он где-то в Израиле, из газет написали, вот день в день, когда его не стало, написала только «Вечерняя Москва». Просто он забыт. Спросить сейчас у студентов, вы знаете Алексина? Нет, не знаем. А вы знаете, кто такой Люнка Пантелеев? А кто это? Не знаю. Ладно. А Воробьев? Кто такой Воробьев? Ну, максимально, что отвечает там про губернатора. Константин Воробьев, которого читать можно, читать, плакать и спасаться душой. И вообще, это совершенно невероятный пласт. Мы от этого легко отказались под давлением обстоятельств, как мне кажется, в 90-е годы, когда думали о выживании, да, но никак не о книгах. Да, вот и всё. Сейчас, мне кажется, что вы себя немножко противоречите, потому что вы даёте нам надежду и говорите, что это удивительные дети у вас учатся. Молодые, прекрасные поэты, да, которые неизвестно откуда взяли, но знают какую-то истину, да, то есть они, им не надо объяснять, что такое хорошо, и что такое плохо, есть такое, когда человек как будто бы знает это из эфира откуда-то, да, вот, и тут же вы эту надежду рушите, потому что вы говорите, печальная там и грустная наша словесность. И как? Или надежда есть, и она возрождается? Вот как у нас всё в России происходит вопреки, так существует и тайна великая, она совершенно иррациональна, вопреки тому, как мы обращаемся с данным нам от Бога, сокровищем. Не умеем с ним обращаться. То есть представьте себе, вот представьте себе эту огромную пещеру, полную этих вот самоцветных камней, как это в русских сказках. Ну да. Огромная пещера самоцветных камней. И кто же туда врывается? Кто же туда врывается? И как он себя там ведёт в этой пещере? Управитель, который был должен на эти сокровища молиться, он врывается, начинает откалывать от больших кристаллов поменьше, что-то у него сразу в левый карман, что-то в правый. Чем-то он собирается торгануть, хорошо это форцануть, да, это просто психологически. Он будет понятен. Да. И как же мы этим сокровищем распоряжаемся? Понимаете, единая система, которая была создана Великим Горьким, а Горький создал всё от и до литературу советскую, он поместил в центр наш Литинститут, который был органом первичного отбора талантов со всей страны, без всяких ограничений. После Литинститута следовал союз писателей, в которые нужно было вступить и работать. Работать, работать, работать. Да, там были свои тунеядцы, там были свои прохиндеи, прохвосты, бездельники и так далее. Но их было сколько-то там процентов, да, поскольку условия были такими, такая надежда была вот на этих писателей у Горького, у правительства была такая же надежда на них, что им создавали вот условия для работы. и они всю жизнь работали и на себя, и на страну одновременно, и путали одно с другим часто, потому что они уже заботились. О, стоп, это я сейчас кому? Это вечности или вот этим? Ха, надо подумать. Ха, подождите-ка, это я говорю это или нет? Вот у них какое-то уже раздвоение, расстроение там происходило, да, и уже к концу вообще советской власти они были разочарованы, они были сложные, сверхсложные, они писали на публику одно, для себя другое, и в общем, в конечном счете... Ну, двойственность вообще свойственная на русском ученике. Да, 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 такие двойственные, с такими двойными доньями, что в конце концов, когда им задали в прямой вопрос кем мы в мастера культуры в 91-м году перед всем этим, сказали, ой, не-не-не, мы не с этой дамой, да, нет, Софья Власевна, ой, ну что вы, она такая всякая, ой, фу, и они свою мать предали, как предали ее и другие сословия, например, первыми, кто закричал о переменах, были же союз кинематографистов, а не союз писателей СССР. Вот они закричали, что все плохо, да, вот они же на своих метров там начали обрушиваться, просто нападать на них, вы что, вы генералы, вы то да сё, ну, союз писателей были такие аналогичные, но в общем, не стало союза писателей, не стало вот этого самого всемогущего литфонда, не стало, ну, остались институции вроде Лит-института и вроде Института мировой литературы, который тоже создал Горький. Это сейчас Институт мировой литературы РАН, то есть Российская Академия Наук. Он существует, но часто ли вы о нем слышите, что вот в Институте мировой литературы РАН сделано очередное потрясающее открытие и на первых полосах? Ну, соответственно, нет. Или о Лит-институте вы слышите когда? В юбилее Лит-института в основном, да? Потому что отдельные органы единого организма вне единой системы, которая финансируется, которая имеет силы издавать писателей так, чтобы их читали, а не тираж, понимаете, от 50 до 200 книг, экземпляров от 50 до 200 ни сотен, ни тысяч, ни миллионов. Штук? Штук. Ну, я знаю, да. Ну, вот эту стопочку вот тиража, которую мы получаем из типографии за свои деньги, ее можно разложить вот на этом изящном, прелестном столике. Ну, вы же не думаете, что этого хватит там, не то, что там на Чертаново этого не хватит, на Москву этого не хватит, на страну, ну, комментарии излишни, правильно? Вот вне вот этих раздробленные, рассеченные, отколотые друг от друга куски единого организма функционировать нормально не могут. И мои дети об этом знают. Ну, значит, вы доверительно с ними разговариваете, и слава Богу. Кстати, хочу сказать, что я почитала работы ребят, которые написали на Лето Господне на конкурс, и могу вам сказать, что я была ошеломлена, вот честно. Потому что даже не надо мне выдумывать. Я их брала читать, но такое чувство, ну, трата времени, да, ой, господи, опять читать там что-то такое, сейчас какой-нибудь там муть напишут и так далее, и так далее. Мне за эти свои мысли стыдно, честно говоря, просто потому, что я получила такую плюху по носу. Это потрясающая совершенно работа, они очень глубокие, действительно, никогда не поверю, что это писали дети 10-11 класса. Это написано зрелыми людьми, которые размышляют. Дело не в том, что они, ну, поскольку, понятно ли, это господни, церковь и так далее, размышления, естественно, там есть и о вере, и не только о вере, там очень много разного. Но они размышляют о смыслах. Это очень ценно. Ну, так вот, я к вопросу о смыслах. Когда была советская власть, какая бы она ни была, хорошая, плохая, такая, зика, 5-й, 10-й, она была страшно заинтересована в писателях. Вот и всё. Советская власть их умела приголубить, а могла сделать то, что она сделала, например, Зущенко. Или мы можем, это ещё не самый там страшный вариант, да, а мы знаем все варианты куда круче, куда печальнее, трагичнее и так далее, и так далее. Но она их всё-таки направляла, и они должны были в рамках соцреализма писать то, что они писали. Не хочется никого осуждать за это, потому что, ну, вот такие были условия игры. Если вы их приняли, значит, вы играете. То, что касается двойственности, достаточно почитать жесточайшие дневник Нагибина, чтобы понять, что такое большая внутренняя драма человека, который одной рукой пишет одно, этой извилиной думает одно, этой другой, и так далее, и так далее. В общем, великий-великий, признанный, обеспеченный из дикой душевной драмы. Внутри он жил и умер с ней же. Ну, это такой, в общем, уже апокрифичный пример, на самом деле. Если вы говорите о том, что сейчас 200 экземпляров, а это не хватит на дом на один, какой там Чертанове или какой центр, на один дом, квартир больше, значит, их не хватит. Но каким образом это можно в какое-то новое русло завести? Только если государство, если я правильно понимаю, возьмет писателя опять под свое крыло. Так? Истинно так. А результаты? Не, ну я просто себя ставлю... Государство, это я вспомнилась фраза. Вот я государство. Людовик XIV, король солнца. И, значит, возьму-ка я сейчас и щедрым своим крылом буду окормлять этих писателей. Но вы меня тогда за это, ребят, похвалите. А что, нет? А почему? Как это я буду их окормлять? Они что, мне не скажут про меня какие-то добрые слова? Ну пусть хоть как-то похвалят меня, скажут, ну ничего, так это ничего. Вот это можно исправить, вот в ней там подкорректировать, да? А вот вообще в целом ничего. Но ведь так же? А если не шутить на эту тему, а если всерьез? Если государство возьмет их под крыло опять, оно не заставит всех маршировать в одну сторону? Нет. Механика, вы знаете ли, несколько иная. То есть можно рассматривать словесника как такого придворного шута, и тогда он обязан каждый день по вызову плясать, шутить, развлекать всячески, там, значит, пробрасывать какие-то мо, да, по-французски, шуточки. Да. Вот. Чтобы государство было занято, чтобы оно понимало, куда оно вкладывает, в кого оно вкладывает, кому оно шьет эти чудесные одежды с бубенчиками. Но модель отношений-то другая. Почему она другая? Она должна быть другой. Должна или другая? Вот она до какого-то вот средневекового нашего возраста, мы уже из него как бы вышли, да, вот, месяц индустриальной эпохой, постиндустриальной, она была когда-то такой, да, если я тебе плачу, то ты мне пляши. Но здесь дело совершенно не в этом. Здесь дело в интересах государства, которое когда-то прекраснейшим образом могло транслировать свои интересы в писательскую среду. И писательская среда эти сигналы воспринимала. Если она их воспринимает, то есть исполняется вот этот самый первичный заказ на не на восхваление государства и конкретных государственных лиц, то есть состоящих при службе, а если исполняется заказ на добрые и светлые начала, как неархаично это прозвучит, то тогда все в порядке. Понимаете, писатели по факту, да, словесники, там, поэты, прозаики, драматурги, по факту в стране все равно существуют. И гораздо, и гораздо хуже, я просто от противного пойду, гораздо хуже иметь толпу беспризорников вместо вот этих убранных под крыло детей, гораздо хуже иметь беспризорников озлобленных, пристрастных употреблению разных психоделичных и наркотических веществ, расположенных к тому, чтобы это самое государство подковырнуть и в нужный момент предать и возвысить голос вовсе не за него, а против, и в четвертых в открытую работать на государство совершенно другое, то есть государство иностранное и больше всего заинтересованное в том, чтобы в нашем государстве было не так хорошо, как нам кажется. А вот эти люди... Что-то вы конкретно имеете в виду? Я имею в виду институт иноагентов, который у нас введен, и он успешно, пока вот, ну, черепашними шагами, но он продвигается. То есть понадобилось два года специальной военной операции, чтобы здесь, в тылу, в Москве, в Питере и так далее, люди вдруг стали оборачиваться. А что это мы в последние тридцать лет и кого это мы читали? Людей, которые финансируют вооруженные силы Украины в открытую? А почему? А как это, а как так могло случиться? А дело в том, что система год за годом затыкала глотки писателям, которые любят свое Отечество в любом его состоянии, в слабом, сильном и так далее, просто любят свое Отечество. Она их сбрасывала не просто с парохода, она их с поезда бросала живьем. Вы знаете, это удивительно. Да, вот удивительно, как это государство, да, вот в его культурной такой части выпестовывало именно тех, кто лютой ненавистью его ненавидел и бросало этих людей вовсе не с поезда. Оно их за свои деньги, огромные деньги везло и показывало всему просвещенному Западу на разных книжных выставках от этого самого, как это там, в Германии у них Страсбург или что-то такое во Франции. В общем, и в Лондон, и куда-нибудь в Испании, в Италию, и лучшие премии, да, когорту выпестывал людей, которые на 70% состоят сейчас из иноагентов. Это чья же деятельность, как говорил Иосиф Федорович Сталин, каждая беда имеет конкретную имя и фамилию. Правда? Юрий, я просто что хотела сказать, что Юрий Поляков не один раз, вот мы говорили с ним на эту тему, не один раз еще будем говорить, потому что это всегда интересно и так остро, я бы сказала. Так он вообще понимает, что происходит, в отличие от многих. Он и понимает, но мы пришли такую, сформулировали такую тему, что патриотизм очень долгое время был немоден. Просто вот не модно быть патриотом, например, а модно быть анти-патриотом. И тогда ты молодец. У меня тогда встречный вопрос, а сейчас модно быть патриотом? Вы знаете, мне кажется, что уже есть те, которые не так искренне патриотичны, как понимают, что это важно и подмазываются туда. Мне кажется, так. Что уже есть такие, знаете, коварные, или которые сидят там на двух стульях, например, определиться не могут, они и вашим, и нашим, но есть такие. Ну, наверное, да, ведь множество переходных разрядов, и в принципе, только людей так по-человечески понять можно, они же не знают, куда дело-то вывернет. Они же не знают, ну, мало ли там, да, этих одолеют, придут те, и тем тоже нужно будет что-то говорить, да, представляете, ну, вот люди вот в таком раздрае несчастные. Ах, они несчастные. Ну, они не несчастные совсем. Но я хочу сказать, что для меня, например, большое потрясение стало, ну, факт уже непреложный, что за вот эти тяжелые два года испытаний какой-то момент очищения, он все равно присутствует такой вот, ну, и в литературе тоже. Стали же люди писать, может быть, вы не согласитесь с этим, но мне кажется, что перестало быть стыдно быть патриотом, перестало. И люди пишут, они не стесняясь говорят о том, что, например, они эту страну любят. А раньше это был такой момент, помните, когда ты захочешь в книжный магазин и видишь, например, впереди, вот, ты знаешь, что если эта книга стоит как бестселлер, то ты знаешь, что ты найдешь внутри. Да? И ты можешь открыть ее в любом месте, и там будет написано, в какой ужасной стране мы все живем. Да, чернота сплошная, да. Да, и такое огульное охаивание было, и как угодно, много таких примеров. Но мне вот говорили, я там кое-что даже посмотрела у вас в ваших соцсетях. Вы написали какую-то типа программы? Какую? Не хотите рассказать об этом? Я сейчас тяжело вздохну вот на эту фразу, в ответ на фразу по поводу моды, там, на патриотизм, на все такое, потому что, вообще, честно говоря, ну, есть там, наверное, сейчас такая избранная когорта, они, эти ребята, ну, некоторых из них я знаю долгие годы, уважаю, они сейчас провозгласили создание союза 24 февраля и так далее, ну, дай бог, дай бог, у всех свои соображения насчет и этого союза, и этих ребят и так далее, ну, просто, ну, дело, наверное, хорошее, просто некоторые ревниво так как-то смотрят на них и говорят, господи, да мы с самого начала вот этой донбасской трагедии там что-то высказывались, да, и нас отлучили от всех журналов, а вы здесь откуда, да, мы вас не помним, вы здесь, вы в этой очереди не стояли, ну, понятно, это все эти писательские драмы там и так далее, я первый, нет, я, дело не в этом, дело в том, что вообще очевидной вот этой моды на патриотизм ее нет, ее не создано, потому что есть избранные люди, которых, ну, по-моему, даже не на первом, а на втором году спецоперации, ну, привезли в несколько городов, показали людям, потому что они вот здесь сидят, ну, даже в Москве, в условиях катакомбных, ну, показали, да, провезли, они там где-то были вставлены в какие-то концертные программы между громкими, популярными певцами, вы думаете, это как-то, ну, подействовало, наверное, на нашу публику? Я не думаю, это, знаете, как это, точечное вливание, или как это, укол, такой комариный укус, маленький, где-то на огромном теле страны, потому что, на самом деле, ну, если показывать современную поэзию, которая, в общем, не просто поддерживает спецоперацию, да, а просто вот чувствует себя органической частью, да, происходящего в стране, то это, это примерно, ну, на три порядка масштабнее вообще должно быть вот это воздействие, а то у нас вот есть один патриотический певец, известный, да, замечательный блондин, такой изящный, с псевдонимом шаман, да, вот он один, их не 15, а владельцы вот этой самой популярной сцены, они по-прежнему, ну, там, за исключением тех, кто свалил в Израиль, они по-прежнему фактически те же, да, и на радиостанциях сидят те же самые почти люди, да, которые то мягко, то, значит, в жесткой форме отказывают, а вы думаете, в книжной индустрии что-то изменилось? Я думаю, что нет. По поводу исполнителя я хочу сказать просто, ну, вот, например, Владимир Киселев, это земляне, и земляне, они там с 14-го года, Чечерина, которую мы не видим здесь, потому что она там, и там целая, есть такая, просто они не очень пиарятся на этом, мягко скажем, они делают свое дело. Вы знаете, мы не видим Чечерину здесь, потому что здесь ей место не дают, вот и весь ответ, это не потому что она там, она там, потому что ей здесь нет места, отчасти, да, да, она действительно кровью всей связана с этими людьми, там с 14-го, с 15-го года, неважно, да, она любит быть с ними, потому что они, в отличие от нас, грешных, искренне, открыты, они ей рады, а вот здесь ей место не дают, понимаете, вот поэтому... Киселев, кстати, об этом говорил нам в интервью, у него жесточайшее нам дал интервью по поводу того, что вот как ему ставить палки в колеса, и так далее, и так далее, можно это воспринимать тоже как какой-то вариант пиара, но это было похоже на другое. Абсолютно, да. Это было похоже на какую-то совершенно кошмарную боль, это правда. Ольга, в книжной индустрии насчет вот всех этих, пусть, ну, хотя бы минимально достойных тиражей, царит жесточайший либеральный диктат, жесточайший. Никто не попадет к монополисту с большим тиражом, его просто не издадут, потому что найдут причины отказа, явные и неявные. То есть не просто тема СВО, как таковая, или Донбасс, например, а вообще все, что относится к отчизнолюбивой, как я ее люблю называть, литературе, не получат никакой санкции на нормальный тираж. Это и есть либеральная цензура, это и есть деятельность тех людей, которые, купленные еще Западом в 90-е годы, специально поставлены на эти посты, и руководят, здесь мне нечего стесняться, они руководят нашей словесностью. Они распределяют финансовые потоки. Из этих потоков отчизнолюбивой литературе не достается ничего. Ну так я вернусь к вопросу, который вы так лихо замотали, скажем так. Это правда, что вы написали какую-то некую концепцию, да, или как правильно это назвать? Да, наверное, это правильно называть концепцией. Я просто как-то соотнес себя, ну, с моей жизнью-то уже, в общем-то, более-менее в общих чертах все ясно, а вот задумываясь о будущем, я понял, что надо ведь о будущем думать. Только тогда, собственно, жизнь будет иметь какой-то результат. Я действительно продумал те координаты, в которых могла бы происходить жизнь обычного словесника, русского. Вот мне показалось, что до 35 лет, ну, там, до истечения возраста молодежи, он, считаясь молодежным, таким, молодежью вообще в общем таком законодательном смысле, молодым писателем он работает на эту словесу. После филологического вуза или после технического вуза неважно. Ни у кого здесь таких вот прав нет. Если получается, человек работает молодым писателем, но после 35 лет он может весь свой остаток жизни, 30 лет еще рабочих, когда у мужчины, там чуть меньше у женщины, отдать словесности уже официально. Вот с 35 лет, когда наступает вот эта самая человеческая зрелость личностная, он может и должен иметь доступ к государственному литературному заказу, который государству еще нужно сформировать. Это обычный целеуказующий список того, чтобы наша страна в год или в два или в пять хотела иметь на горизонте в качестве той словески, которую она будет издавать нормальными тиражами. Наконец-то, да? Среди этой литературы романы и исторические, и о современности, может быть, даже фантастические романы. Среди этой литературы как ни странно, сборники стихотворений, да, и сборники пьес, из которых потом театры могут потянуть, да, не бесконечно ставить, например, «Вишневый сад», который я люблю, но, ну, понятно, да, классика. Но современные пьесы откуда брать? Нужно издавать их хорошими тиражами. А то получается вот что, что пока мы здесь без государственного литературного заказа существуем, и каждый, во что гораздо, выпускает за свои вот эти тощие сборнички за свои деньги, у нас 94% издаваемой в нашей стране литературы переводная. Ну, это кошмар какой-то. Ну, это кошмар абсолютный, вы понимаете? Какая-то цифра. Это не просто какой-то Уилки Коллинз, или там, я не знаю, там... Нет, ну, вы уверены в этой цифре? Абсолютно. Вот у нас специальный человек, который интересовался этим вопросом, начал считать, и он пришел к этой цифре, это действительно 94% минимум издаваемой литературы в России. Это литература переводная. Ее переводят здесь, ее переводят там, на русский язык, я имею в виду, за огромные деньги. И суют нам в качестве чего? В качестве лучшего инструмента для переформатирования молодежи. Еще 20 лет назад ответы, я не знаю, в живом журнале, помните, под руководством Антона Носика покойного, там мы очень любили вот эти, кто первый поэт России? Очень любили вот эти опросы, там всегда называли Сергея Марковича Ганлеевского, там Кинжеева, ну, всю эту плеяду московского концептуализма. Ну, я так, смахивал это, да, если мог смахнуть, еще смартфонов не было. А там мы очень спрашивали, а кого вы читаете? И приличным тоном, вот как сейчас, я не смотрю телевизор несколько лет назад, да, я не смотрю телевизор, а, не смотрите, ну и ладно. Я читаю интернет, мне этого достаточно. Там было сказано, что я читаю только один толстый литературный журнал иностранной литературы, в которой, кстати, по какому-то совпадению работал долгие годы Сергей Маркович Ганлеевский. Ну, хорошо, ладно, иностранная литература, а что вас так вот это привлекает, да? Это же тот же самый симптом, что и бразильские, там, я не знаю, какие-то мексиканские сериалы, которые обрушились на нашу страну в 90-е. Ну, ладно, ну, не перевиничивайте. Да, то же самое это все. Нет, ну, все-таки это немножко, мне кажется, вы перегибаете, потому что есть прекрасные переводные вещи. Другое дело, что, наверное, в эту цифру, которую вы озвучили, входит и та переводная литература, которая реально сегодня относится к разряду бестселлеров и продается за большие деньги. Я тут посетила одно издательство с тайным визитом. Это мне было страшно интересно там посмотреть, но я не могу его назвать понятным причинам. Но у них вот книги, которые они мне показывали, говорят, вот это хорошо продается, они все как под копирку. Общая тема такая полюби себя или как полюбить себя. Вот вокруг себя и любви. Там что-то такое. То есть это околопсихологическая литература, которая советует на весь мир плевать, и тогда будет все счастье. Вот направление такое. Абсолютно. Потому что это и есть инструмент Запада в переформатировании наших молодых людей. Вот это вот фигня, я не стесняюсь здесь в выражениях, это мягкое еще выражение. Вот это фигня, которой заполоняются так называемые книжные магазины, на самом деле это макулатурные магазины. Вот это фигня. И есть вот этот самый ломик, вот эта фомочка, которой подламываются под коленки светлые русские юноши и девушки, которых зовут только в одну обитель, в обитель гедонизма. Гедонизма. То есть гедонистическая западная культура, которая вся после того, как она стряхнула из себя это игохристианство, как она его называет, игохристианство это называется, она не просто бросилась в эту ямищу полную там змей и пауков, она с ладострастом не купается. Что это такое? Это атомизированный человек, вот эта модель человека, потребителя, атомизированный человек, который прекрасный бухгалтер, умеет читать, там, сносить товар, цену, качество, там, количество и так далее, и больше он не способен ни на что. Это мертвая кукушка, которая выпрыгивает из часов по свистку главного управителя вот всех этих рыночных преобразований. Свист, и она выпархивает, она потребляет, она раз в 4 года там обновляет свой модельный ряд, она меняет машину, она меняет квартиру, она меняет эта мертвая кукушка на пружинке, ржавой пружинке уже, да, вот этот самый страшный человек, до которого они свели, в общем-то, божье творение, это преступление цивилизационное, огромное. И вот это наша тоже несчастная, кровавленная русская культура, которая вроде бы не интересуется никаким Востоком, нам неинтересно вообще, в принципе, какие процессы происходят в японской, в китайской, в индийской литературе, потому что от нас немножко это отделено каким-то барьером. Это там где-то они, это какой-то мир, но мы все время как бы на запад смотрели, ой, а что там очередной Уилки Коллинз, что там этот самый... Да ну я не знаю, просто так попался Уилки, смешно как-то, да, небось тоже какая-нибудь кличка, да, бандитская, Уилки. Что там они, а что там они новенького, французы, немцы, великолепные англичане, ну итальянцы с испанцами, понятно, да, а как у них там, а что у них там, это же культура, нас же убедили в этом, да, что это единственная культура. Вот эти вот братки, которые сделали свои там эти, да, вот за счет всего мира, они громозили свои великолепные соборы, они прекрасно рисовали, прекрасно лепили и так далее, ну и в общем-то братки, беглецы отовсюду, в конце концов дошло до того, что они в Америку сбежали через океан, вот эти самые увертливые, хапужные ребята, на которых мы все время смотрели, вот это пацаны с района, вот это, вот это, вот они умеют, да, как они все, весь мир подмяли, конечно, это культура, и на себя мы плевали, о себе мы забывали, лучших своих мы преследовали, под этим флагом, вот это тот самый инструмент, вы посетите еще несколько вот таких издательств, и вы увидите, что они исправно выполняют литературный заказ, но чей? Не наш, а иностранный, зарубежный, причем заказ евроатлантического сообщества, которое поклялось, что разложит нас изнутри. Ну, молодцы, молодцы. Ну, хорошо получается, но все-таки не все. Ваша концепция, значит, 35 лет возраст отсечения, да, там, молодости. Ну, да, можешь уже, в общем, в 35 решить, что ты... 35 лет человек, допустим, он до этого был, я не знаю, там, геологом, он решил, что он станет вторым Куваевым, напишет территорию, там, и так далее, условно, да, он получает зарплаты от государства и получает доступ к госзаказу. И, например, умное государство ему говорит, у нас за последние 30 лет, а на самом деле не 30, а больше, не было ни одного произведения, в котором бы описывался человек труда. Вот, это, кстати, печальная правда. Это истина, это выше, чем правда, это истина. И более того, сейчас, может быть, я здесь ошибусь, но я вот, насколько я там покопалась в истории вопроса, если раньше у нас были, например, целая плеяда писателей, которые воспевали людей науки, да, сейчас этого нет тоже вообще. А задумайтесь, почему? Ну, все же достаточно очевидно, мне кажется. Конечно, конечно. Но это неприятно. Значит, модели были там героями книг, модели разного пола и так далее, и так далее. Тошнотные. Ну, гонщики, ничего против них не имею совершенно. Это из того, что я там вспоминала. Но науки не было и человека труда не было. Вы, молодой писатель, я вам говорю, вы получаете мне зарплату, напишите мне про наших, например, прекрасных, кстати говоря, генетиков российских. Вы берете этот заказ, исполняете его по договору в течение, условно говоря, года. А я, как заказчик, заказала вам это, и тираж этой книги будет миллион. Так? Да. То есть, схема вот такая простая. То есть, понимаете, если человек знает эту среду, ну, например, да, если он успел проработать 3-4 года на этом производстве, например, то есть надо учитывать, что человек просто пришел, говорит, я пишу обо всем, дайте мне все. Ну, слушайте, ну, это не серьезно ведь, правда, да? Если он геолог, да, то он может стать вторым Куваевом спокойно, потому что Куваев чем себя и сделал? Тем, что он прекрасно знал эти типажи. Знал Куваев, да? Насквозь. Ну, если человек хочет писать о космосе, а сам он, извините, там даже не был ни в звездном городке, ни в центре дальнекосмической связи, не знает никого из этих людей, он только, вот видел какие-то там репортажи, да, там улетели в космос, свернулись в космосе, но это же не серьезно, правда? Но по вашей схеме он будет иметь время и возможность поехать туда и исполнять это, ну, как бы, да, изучать. Об этом Горький и мечтал, кстати говоря, когда, немногие знают, что Горький сразу, практически, после, уже после того, как устаканилось более-менее вот это вот гражданское положение, то есть гражданской войны не было, да, был создан союз и так далее, его осенила действительно великая идея «История фабрика заводов». Он хотел томов 80, невоплощенные, да, потому что стали писать историю фабрика заводов всей страны, распределили писателей, сунули на производство, не просто на производство, а в архивы, они пошли туда и стали изучать, в конце концов, Сталин понял, что эта история фабрика заводов ведет не в 17-й год, а ведет она к Демидовым, к Строгановым, к каким-то купцам, славить которых он вовсе не хотел, то есть идеологически это было неприемлемо, и в результате все эти материалы, которые скопились, там еще это не романы были, ушли огромные материалы Александра Бека, автора Волоколамского шоссе, и отца моего преподавателя в Литинстуде, все это было как-то уничтожено, и вот Александр Бек, еще не написав ни новое назначение, ни Волоколамское шоссе, ну, скажем так, он не стоит на карнизе собственного дома, но он близок у него нервный срыв, он стоит где-то и думает, то ли выпить какую-то кислоту, знаете, как у Пастернак, там, да, от несчастной любви, в общем, как-то уйти из жизни, потому что ему кажется, еще не началась война, что его жизнь кончена, так он любил ту фабрику, тот завод, который, так он любил этих людей, и уничтожение этих материалов он воспринял как крах всего, что, вот эта ядерная энергия, которая, она потом дала два романа, которые совершенно бессмертными стали, да, но это было спустя несколько лет, а в 30-е годы они все вот так вот стояли, как, как закрыли. А, допустим, а мы поменяемся местами, а я вот такая хитрая к вам пришла и говорю, а я хочу написать роман про современную российскую деревню, которая еще сохранилась, и пишу вам такой роман про современную российскую деревню, и там такие будут вещи покруче, чем в Левиафане. Я описываю ее самыми мрачными красками, самыми тревожными тонами, никакого вообще выхода из этого нет, да, все умирает, умерло, и все такое прочее, да, и я это исполняю. Но я к вам прихожу с этим романом. Он, например, он не кажется вам таким, не представляет такой художественной ценности, какой-то особенной, да, вы понимаете, но у нас с вами есть договорные отношения, я еще у вас на зарплате сижу, и вы мне что говорите? Я спрашиваю, а это было в заказе размещено, что вы именно, какой вы номер заказа исполняете? Вы говорите, 17-й, я смотрю, действительно, роман о современной российской деревне, да, вы взяли этот заказ, вы его исполнили. Я говорю, девочка, дедонька, дедонька моя дорогая, что ж, действительно, все так? А вы с полными слез глазами говорите, ой, дяденька, я там побыла, я там полгода пожила, там дома это самое, девонька, да ты бы съездила вон в соседний этот самый, да, совхоз, там же вот ребята как-то вот, не то, что там страусов, да, это модно было когда-то, ну там же все это самое, что ж ты так, это самое все, отечески, да, отечески, я говорю, девонька, я государство, говорю, ну что ж ты так, ну что, вот ты представь, это все вот начнут, а у тебя тут сплошные эти самые из-под рогожи ноги синие торчат, ну как же ты так, где же ты этого навидалась, ты бы мне показала, может вместе съездим, надо по-человечески просто с сердцем ко всему этому относиться, надо литературу читать, вот говорят Иосиф Виссарионович, читал с карандашом, не только эти вот, знаете, политические вот эти вот, марксист-ленинизм, он любитель был, пометок сделать, он стихи читал, да, он разбирался там, он же сам что-то там, да, в юности, понимаете, любить надо это дело, вы мою книжку не напечатаете, слушайте, я вам ее отдам на доработку, продолжаю вам платить минимальные вот эти вот зарплаты, и скажу, девонька, дорогая, да что ж ты делаешь, ну вот представьте, прочитут люди, они ведь плакать будут, ты что же, только к плачу ведешь, никакого просвета нет, ну как же ты так, ну вот, понятно, я, я по-отечески, с умом, с сердцем, если буду относиться вот к этим, и все оно станет, более-менее, по-человечески, а если не по-человечески, вот так, знаете, вот как у нас любят, вот этому прописать этих, да, вот, да, а тому, потому что там, ну, какая-то, понимаете, по-человечески нужно здраво, объективно смотреть, а не устраивать пандемониум, как у нас устроили вот этот пандемониум со спецхраном, и не выпускали оттуда книжки, которые могли пагубно воздействовать, да, на молодые, неокрепшие умы, этот спецхран у нас разросли до 60-70% всего книжного фонда, это подсчеты тоже такие неслабые, да, их вел вот профессор Джимбинов, да, профессор, кстати, литературного института, огромный книголюб, в спецхране больше половины изданий, которые издавались, ну, как это так, потому что кому-то что-то там вот, ну, показалось это подозрительным, не отдали на доработку, а издали и потом заперли, ну, как же так, на вечное хранение, хорошо, логика точно в этом присутствует, это понятно, а вы кому-то это показывали, эту концепцию? Ну, поместил я ее в газете замечательный, День литературы, так, было там просмотров, наверное, 300, может быть, даже 400, а может быть, даже их будет 500, какие-то люди посмотрели, ну, откуда я знаю, кто эти люди, это раз, там те же писатели ходят, смотрят газету День литературы, она всем родная, вот уж сколько лет, но это ведь не подача проекта на высший государственный уровень, и потом, кто же сейчас будет этим заниматься, сейчас же у нас время-то военное, давайте, чтобы у нас пока экзистенциальные угрозы исчезли, существование, логика-то такая, а потом мы уж начнем там это что-то в миру делать, так вот так не получится, у нас для того, чтобы победа была, и для того, чтобы был мир, да, долгожданный, на нашей многострадальной земле, славянской, это как минимум, нужно заботиться о том, чтобы в тылу у нас работали заводы, фабрики, и как ни странно, словесники, а если откладывать это, да, откладывали уже, откладывали всегда, всегда откладывали, потому что это казалось каким-то, знаете, фоном, какой-то такой ерундой, которую можно заняться потом, а между прочим, именно в войну, в сороковые годы, не просто какая-то цензура работала, а умели вырвать из писательской среды лучшее, и когда Симоновское стихотворение «Жди меня» напечатано, его же от руки переписывали множество раз на фронте, под огнем, когда его вправду, понимаете, это уже другой калинкор, правда, получился? Или когда Суркова, «Землянку», или когда то же самое «Волоколамское шоссе», бескомпромисснейший роман, или когда, и когда, и когда, и когда, там десятки книг умели выхватить, придать им большой тираж и сделать их книгами. Это искусство. Ну, у нас время подходит к концу, я это острое, с сожалением, на самом деле, понимаю, мы не договаривались об этом, я не спрашивала, а сейчас мне такая мысль пришла, вы свое ничего нам не хотите прочесть? Это неприлично. Это пиар. Я следую только высочайшим стандартам, которые переданы мне через 80 поколений, еще вот при основании дворянской литературы. Для себя ничего, родине все. Верьте, хотите, хотите, не верьте, родине только. Не нам, не нам, но тебе, Богу. Вот, поэтому себя, вы что? Я опозоренно замолчала. Вот так вот меня отшлепали, ни за что вообще полностью. Ну, что вы, нет, нет, нет. Ну, дорогие друзья, с вами был Сергей Арутюнов, я надеюсь, что вы почитаете его стихи сами, поскольку он, видите, как задул мне перц, ни за что. И надеюсь, что, может быть, у вас получится его посмотреть, его концепцию в том же самом интернете, потому что я ее все-таки умудрилась найти и согласитесь, в ней есть что-то любопытное и логичное. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Вот, у нас такой достаточно бурный, мне кажется, получился диалог. Вот, надеюсь, что вам это было интересно. Спасибо вам и до встречи в следующий раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.